В феврале 2017 года в Перми 42-летний мужчина бесследно исчез по пути с работы домой. В январе 2017 в Волгограде из собственного автомобиля загадочным образом пропал житель Калмыкии. Эту статистику можно продолжать очень долго. Каждые три минуты на земле без вести пропадает один человек. Далеко не всегда причина этих исчезновений бытовая или криминальная. Все чаще следствие не может ответить на вопрос, почему пропадают люди и где их искать. Понятно, что верить в истории о тропических секретных лабораториях оголтело сразу не стоит, но никого не удивит, если они все-таки существуют. Про некоторые из них мы даже там кое-что слышали и знаем. До сих пор продолжает оставаться загадкой судьба лайнера авиакомпании Malaysia Airlines, исчезнувшего три года назад. Следов самолета, на борту которого находилось 239 человек, так и не нашли. Причины, по которым воздушное судно потерпело крушение, а возможно просто исчезло, по-прежнему неизвестны. Хозяева GPS могут сделать такие поправки, внести такие коррективы, что вся мировая система движения, она превратится просто в хаос, когда самолеты, корабли и так далее, они просто окажутся слепыми. В декабре 2016 года коалиция во главе с США нанесла ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и мирным жителям Сирии. В результате дружественного огня американских ВВС около 90 человек были убиты, более 100 ранены. Позже американские военные объяснили, ракеты поразили цели по ошибке. Все заявления, которые звучат из уст официальных лиц Пентагона, Ли, ЦРУ, Ли, Ми-6, НАТО, это легенды прикрытия. Эксперты уверены, участившиеся ошибки высокоточного оружия США и таинственные исчезновения людей, самолетов и даже целых объектов на географических картах – звенья одной цепи. Все это может быть связано с американской системой глобального позиционирования, которая обеспечивает измерение расстояний и определяет местоположение во всемирной системе координат. Смерть через GPS Этот термин вспоминают всякий раз, когда навигационные технологии дают сбой. Почему система глобального позиционирования, придуманная в США для высокоточного наведения оружия, больше не гарантирует попадание в цель? Как эта технология стала угрозой для безопасности всей планеты? И каким образом связаны между собой загадочные исчезновения кораблей и самолетов? Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Сегодня в программе Тайны системы GPS Добрый помощник или опасное оружие? Любой американский Боинг, особенно дальнего действия, можно без согласия экипажа при помощи системы GPS превратить в бомбардировщика и направить вместе с пассажирами на ту цель, которая нужна военно. Ни сном, ни духом. Чем грозит массовое распространение навигационных технологий? Это ловушка, о которой подавляющее большинство людей вообще не имеет никакого подозрения. Прямиком на тот свет. Можно ли доверять цифровым картам? Пострали, выезжали и, пользуясь картой, попадали в никуда и умирали от жажды. Как в старое доброе время. Проводим эксперимент. Смогут ли наши добровольцы не заблудиться в лесу без телефонов и навигаторов? Не ожидал, что так будет интересно. На самом деле, если подольше потренироваться, то можно реально научиться. Смогут ли наши добровольцы Ужасная история произошла зимой 2017 года в Ленинградской области. 70-летний мужчина, которого дочь отправила на такси из Петербурга, не добрался до своей деревни. Женщина моментально подняла тревогу. В службе такси ей ответили, заказ выполнен, клиент доставлен по адресу. Телефон водителя дать отказались. На следующее утро пожилого мужчину нашли мертвым на улице с тем же названием, которое указали в заказе такси, но только в соседней деревне. Позже выяснилось, GPS-навигатор дал сбой и привел таксиста в другой населенный пункт. Водитель высадил немощного пассажира и уехал, не подозревая о роковой ошибке. 70-летний старик искал свой дом там, где его не было. Ему стало плохо, и он замерз, не дождавшись помощи. В современной жизни люди от навигатора зависят практически на 100%. Особенно те, кто за рулем ходят, но все без навигаторов, я думаю, единицы людей ездят. Созданная американцами в конце 20 века глобальная система позиционирования GPS совершила революцию в навигации. Появилась возможность в считанные секунды устанавливать точное положение объекта в пространстве, измерять расстояние и время. Сегодня мы повсеместно используем GPS в навигаторах и мобильных телефонах. Это и правда очень удобно. Можно прокладывать маршрут, избегая пробок или искать на карте конкретные объекты. Говорить о том, что система была создана вот для всеобщего блага, это глупость. Никто никому ничем не обязан. Очень быстро система GPS изменила не только наше бытие, но и наше сознание. Человек без навигатора сегодня воспринимается как отставший от жизни. Между тем, еще недавно неспособных сориентироваться на местности и самим проложить маршрут называли топографическими кретинами. Неужели с повсеместным распространением спутниковой навигации нам больше не нужны навыки, которыми в совершенстве владели наши предки? Я, например, хожу в любую экспедицию, у меня куча гаджетов с собой, но у меня всегда есть компасы карты при этом. То есть у меня есть и GPS-навигационный прибор, у меня есть карта заказченная в телефон, которым тоже очень реально, я скажу честно, это очень удобно, при условии, что ты понимаешь, как это работает. Потому что не просто я нажимаю кнопки, я знаю, как может возникнуть ошибка и где, и как ее исправить. Работу системы GPS обеспечивают 32 американских спутника. Они вращаются вокруг Земли в шести областях и посылают импульсы. На Земле расположена главная контрольная станция и станция слежения. Считается, для того, чтобы определить свое положение в пространстве, GPS-приемнику нужно поймать сигнал не менее чем от трех спутников. Есть длина волны, есть спутники, которые летают, все замечательно. Но мы живем не в идеальном мире, то есть есть помехи космические, есть помехи земные. То есть, например, что влияет на GPS-сигнал? Влияет космический мусор, который прерывает зеленую волну где-то? Есть в геологии планеты проблемы. Разлом земной кореи моментально дает сбой сильнейший на прием спутниковых сигналов. Выезжаешь на разлом, и раз у тебя сигнал 100-200 метров у тебя начинает прыгать туда-сюда. Понятно, что от погрешностей в работе не застрахована ни одна электронная технология, какой бы современной она ни была. Однако именно на сбои GPS-навигации в последние годы жалуются все чаще. Во многих случаях причины некорректной работы так и остаются невыясненными. Понимаете, о чем дело? Всегда все решает хозяин. Если система GPS принадлежит твоему потенциальному противнику, то он может с тобой делать что угодно. Он может ставить помехи, он может вводить поправки. Сможем ли мы в случае чрезвычайной ситуации быстро добраться из пункта А в пункт Б без навигатора? Определить свое местоположение? Сориентироваться в незнакомых условиях. Что бы нам ни показывали, какие бы шлемы ни показывали там с видеокамерами на головах американских солдат, это может дать сбой, может быть выведено из строя, и тогда нужно работать с тем материалом, который у тебя есть. Программа «Тайный Чапман» решила поставить эксперимент. Мы взяли трех добровольцев и отвезли их в лес. Евгений, Анна и Руслан – городские жители, приученные доверять современным технологиям. Вспомнят ли они, чему их когда-то учили в школе? Экзамен у ребят будет принимать дипломированный инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин. Какие есть варианты передвижения по пересеченной местности, по природе, без навигатора? Мох. Мох, отлично. То есть местные признаки, природные признаки. Еще какие-то? Солнце. Солнце, отлично. Главный компас наш. Потому что земля круглая, она крутится вокруг своей оси, вокруг солнца, и солнце всегда более-менее показывает ваше местонахождение. Еще что? Засечки. Следы-засечки, то есть те следы, которые мы оставляем сами, сознательно, чтобы потом вернуться к месту своего нахождения. Компас. Компас, отлично. Тот способ, которым люди пользуются уже больше тысячи лет. Что такое компас вообще? Крелочка. Да, намагниченная. Магнита здесь нет. Магнит он не работал. Намагниченная стрелка, как сказать, то есть красный конец стрелки указывает всегда на север. Ага, красная на север. Я всегда думал, что это на юг. Отпускать ребят в лес одних явно рано. Поэтому Дмитрий подробно рассказывает, как ориентироваться по солнцу, компасу, по мху и муравейникам. Ведь в ближайшее время только эти способы помогут нашим ребятам выбраться из леса. Таковы условия эксперимента. В телефонах у всех замечательно. Есть навигатор, есть красивая картинка, которая вам показывает, что вокруг. Представьте все, что это... Больше этого нет. Отдавайте телефоны. Отдали, забыли о навигации. Вместо навигатора Женя получает компас, Руслан – бумажную карту местности, Аня – нож, чтобы оставлять засечки. Задание всем понятно? Да. Отлично. Соответственно, с компасом в ту сторону. Пошел. По местным признакам ориентируемся. В ту направление. С ножом оставляем заметки, двигаемся вот туда. Я вас жду здесь, у машины. Ребята должны отойти от инструктора на несколько километров и самостоятельно найти дорогу обратно. Элементарное задание для тех, кто вырос в Советском Союзе и ходил в походы. Но справится ли с ним современная молодежь? Когда мы забываем о том, что нам надо развивать наше пространственное мышление, а это один из очень важных факторов, компонентов интеллекта, то мы, соответственно, теряем способность мыслить, теряем способность понять, что связано с чем. И это ловушка, о которой подавляющее большинство людей вообще не имеет никакого подозрения. Неужели современные навигационные технологии незаметно поработили всех нас? А что если однажды система GPS даст глобальный сбой? Какие это будет иметь последствия? Смотрите далее. Езжая туда, не зная куда. Кто и зачем подчищает изображения, получаемые со спутников? Как только доходит до границы Израиля, все, там только общая схема, дороги. Ошибка картографа. Как с помощью современных технологий спровоцировать вооруженный конфликт? Организовать через GPS хаос – это как дважды два. Это просто вот как дважды два. Город Зеро. Куда попадают бесследно исчезнувшие люди? Ну, потом мы оказываемся где-нибудь за городом, там уже какая-то база, там, человека вытащили, мешок на голову и все. Многие уверены, все разговоры о том, что мы стали заложниками высоких технологий – это всего лишь очередная страшилка, придуманная сторонниками теории заговора. Однако торопиться с выводами не стоит. Представляете, эта система разом накроется. Причем это элементарно бывает, если там, это будет по технической причине, может произойти какой-то сбой в системе. Летом и осенью 2016 года москвичи и приезжие не раз сталкивались с массовыми сбоями в системе GPS. В центре Москвы электронные устройства часто теряли связь со спутником и показывали, что их владельцы находятся во Внуково или Домодедово. На внезапную смену локации жаловались и водители, и охотники за покемонами, которым никак не удавалось заарканить неуловимых зверюшек. Что касается возможности полностью взять под контроль устройство навигации, то, во-первых, это можно сделать, потому что все эти устройства, как правило, подключены к интернету, так или иначе. То есть для этого необязательно взламывать сами спутники и необязательно вмешиваться в сигнал. Но если некорректную работу приборов в центре столицы можно объяснить особыми мерами безопасности, как быть с тем, что сбои навигаторов часто происходят и в районе Бульварного кольца, и на юго-западных участках Третьего транспортного? Целенаправленно менять координаты GPS научились даже таксисты. Ради выгодных заказов они указывают свое местоположение как ближайшее к аэропорту. Любая система, которая позволяет зарабатывать деньги, ее будут пытаться взломать. Как раньше таксисты могли подкручивать счетчики механические, так сейчас они пытаются сделать то же самое с цифровыми. Наслушавшись подобных историй, невольно начинаешь сочувствовать американцам. Что за систему глобального позиционирования они создали, если вмешаться в ее работу так легко? А ведь от этой системы фактически зависит обороноспособность Соединенных Штатов. Но может быть все это неспроста? Любой американский Боинг, особенно дальнего действия, можно без согласия экипажа при помощи системы GPS превратить в бомбардировщик. И направить вместе с пассажирами на ту цель, которая нужна военная. Будь то атомная электростанция, будь то какие-то стратегические объекты. А между тем, придумано это гениально. Если это все правда, то придумано гениально. Система GPS изначально предусматривает два канала связи. Один для передачи шифрованного военного сигнала, другой для передачи публичного. Начинаются какие-то политические проблемы и в принудительном порядке отключается система навигации. Как в Ираке это было, как в Сирии это было, еще когда даже война началась, как в некоторых районах Африки это бывает, в Европе тоже на Балканах в случае Африки отключается система навигации. И все, и человек остается без устройства. Гражданский сигнал GPS может быть изменен. Как специалистами в области электронной безопасности, так и самим оператором. GPS это ресурс. Да, он может быть оружием. Но не от хорошей жизни, при не буквиз каком бюджете, мы пошли на колоссальные затраты для того, чтобы создать свою систему. Система ГЛОНАСС на сегодняшний день это важнейший, просто важнейший шаг в обеспечении безопасности нашей державы. Несколько лет назад американцы отказались размещать на своей территории станции российской системы ГЛОНАСС, с помощью которых точность и надежность глобального позиционирования могли бы стать выше. Ведь исказить сигнал от большего количества спутников гораздо труднее. По странному стечению обстоятельств, вскоре по миру прокатилась волна скандалов, доказывающих уязвимость системы GPS. Началось все с яхты, которая изменила курс, следуя фальшивым сигналам GPS, переданным с ноутбука. Вслед за этим неизвестные хакеры ввели в систему координаты двух кораблей, которых на самом деле не существовало. А потом и вовсе вмешались в работу космических спутников. В результате три из них сменили стороны горизонта, а четвертый потерял орбиту. В завершении всего последовало признание главы исследовательского подразделения Пентагона. Алл Шафер, как будто забыв, что система GPS имеет двойное назначение, во всеуслышание заявил, доверять показаниям GPS становится все труднее. В условиях, когда сегодня идет переформатирование всего мира, все заявления, которые звучат из уст официальных лиц Пентагона, Ли, ЦРУ, Ли, Ми-6, НАТО, это легенды прикрытия. Потому что, если бы эта система GPS была ненадежна, я вас уверяю, никогда бы никто не позволил об этом сказать вслух. Никогда. Однако глава исследовательского подразделения Пентагона публично расписывается в несостоятельности американских вооруженных сил. Он заявляет, перехват или глушение частоты GPS могут стать причиной нарушения работы системы вооружения. Но одно дело обычная яхта, а другое крылатая ракета «Тамагавк». Сложно поверить, что в том и в другом случае система GPS, которая отвечает за позиционирование объектов, одинаково уязвима. С помощью дезинформации можно создать иллюзию, что да, вот система GPS, она очень уязвима от русских хакеров. Вот они просто уже что хотят, там и делают. Они перенацеливают наши ракеты, а потом обвиняют нас, что мы свадьбы расстреливаем и так далее. Вот суть вот этого противостояния. Выходит, под предлогом неточной работы навигационного оборудования или создаваемых кем-то мифических помех, можно разбомбить все, что угодно и остаться безнаказанными. Парадокс в том, что, становясь якобы невысокоточными, американские крылатые ракеты и бомбы превращаются в куда более опасное оружие. Военные как будто заранее предупреждают. Возможно попадание в цели по ошибке. Никакая навигационная система не сможет работать без привязки к картам. А точная карта — это фактический пропуск на чужую территорию. Недаром во все времена карты старались засекретить или составляли два экземпляра. Один содержал настоящие сведения, второй — ложные. Можем ли мы быть уверены, что век высоких технологий положил конец эпохе неточных карт? В феврале 2016 года чемпион России по Ла-Кроссу Николай Ефимов разбился в Крымских горах. В темноте он прокладывал дорогу с помощью навигатора. Прибор поймал сигнал со спутника, определил координаты и нарисовал тропу на месте, где были сплошные обрывы. Николай сорвался в пропасть и погиб. Навигатор — это система, которая дает вам точку, код. А дальше, что делать с кодом, это уже ваше дело. Мы берем аналитику в виде этих программ и вкачиваем туда, ну, собственно, за счет наших гаджетов, этот код. А дальше, как этот код там расшифровывается, куда он привязывается, это уже не вопрос навигационной системы, это вопрос исключительно той подложки, которой мы пользуемся. Но почему в эпоху спутниковой фотосъемки из космоса, когда на поверхности планеты можно разглядеть даже спичечный коробок, карты оказываются неточными. Причем неточными фатально. С Австралии выезжали, и, пользуясь картой, попадали в никуда и умирали от жажды там. Все дело в том, что с самых древних времен точность при создании общедоступных географических карт нарушали намеренно. Был случай когда-то в первом веке нашей эры, когда гунны и китайцы враждовали, воевали. И вот был случай, когда две армии шли навстречу, чтобы сражение произошло. И вот из-за этих обманных карт войска просто разошлись там на большом расстоянии. Они просто не встретили друг друга. В разные времена и в разных странах в целях безопасности точные географические карты засекречивали. А общедоступные выпускали с ошибками. В Советском Союзе на карты нередко наносили несуществующие дороги, а настоящие дороги показывали совсем в другом месте. Например, в военной части писали «пионерлагерь». В Подмосковье кучу идешь, пионерлагерь в лесу. Приходишь, а там не пионерлагерь. Нередко данные для современных цифровых карт брали с устаревших бумажных источников. Стоит ли удивляться, что люди, которые пользуются такими картами, пропадают без вести? Не так давно американские полицейские, которым надоело вытаскивать несчастных из долины смерти, заявили прекратите полагаться на карты из смартфонов. Даже если их создали с помощью цифровых технологий, нет гарантии, что широкая просека не окажется узкой тропой над обрывом. Гуглские снимки дают масштаб до 20, по-моему, метров на сантиметр. Ну, картинку, да? Понимаете, что картинка – это не значит карта. Это разница большая. То есть по картинке нельзя прийти рельеф. По картинке не всегда можно определить, дорога это или не дорога. Например, лесные дороги, в лесу идущие, которые с покрытием надголовным в виде деревьев, ты ее тоже не прочитаешь. И так далее, и так далее. Эксперты считают, современные цифровые карты могут быть даже опаснее своих недостоверных бумажных предшественников. Ведь с появлением онлайн-навигации на многих пользовательских серверах карты оказались доступны не только для просмотра, но и для редактирования. Любой пользователь может добавить свою информацию и неизвестно, какими мотивами он при этом будет руководствоваться. Сейчас любой любитель в этих народных проектах может либо с целью хулиганства, либо с целью некой зловредной, даже можем так сказать, записать трек условно существующей дороги. Это действительно большая проблема всех вот таких вот карт, за которые никто не отвечает. Может быть, человечество поспешило отказаться от старых, проверенных не одним поколением способов ориентирования. Конечно, они не так быстры и удобны, как современные. Но зато никакой злой умысел не сможет изменить движение солнца или рост веток на дереве. Напомним, наши добровольцы, Женя, Аня и Руслан отдали все средства навигации и разошлись в лесу в разные стороны. Получится ли у них самостоятельно вернуться к месту сбора? Ребята используют проверенные веками методы ориентирования и вспоминают наставления инструктора Дмитрия Алешкина. Женя прокладывает дорогу по компасу. Надо его разместить горизонтально, чтобы стрелка могла свободно двигаться. Ничего железного рядом не должно быть металлического. Стрелка намагничена, всегда указывает линию север-юг. Второй участник эксперимента, Руслан, получил от инструктора карту местности. Казалось бы, ему должно быть проще всех. Но глядя на озабоченное лицо Руслана, этого не скажешь. Руслан пытается ориентироваться не только по карте, но и по природным признакам. Стараемся найти более-менее высокое дерево, стоящее прям не в Дубраве, не в зарослях. Вот есть отдельно стоящие сосны вот здесь. По ним видно, что прям большая часть веток, наиболее пышная часть веток растет на одной стороне. Где? Там и больше солнечного света, тепла на юге. Анне достался самый нетипичный навигационный прибор – охотничий нож. Она старательно делает зарубки на деревьях и, похоже, продвигается вполне уверенно. Это самое простое, даже не обращать внимания ни на компас, ни на солнце. Мне кажется, это каждому доступно. Скоро мы узнаем, справятся ли наши герои с заданием до конца. И кто из них первым придет в условленное место. Создать мир легче, чем понять его, говорил французский писатель Анатоль Франц. Не случайно с самых древних времен именно картография стала одним из важных инструментов геополитики. Вопрос, как относиться к картам и к той реальности, которую они определяют, он гораздо интереснее, чем просто давайте нанесем это в гугл-карты и все, и мы разобрались. Потому что с помощью карт мы можем менять реальность. В 2010 году между Коста-Рикой и Никарагуа чуть было не вспыхнул вооруженный конфликт. Это произошло после того, как на сайте известной поисковой системы опубликовали географическую карту с неверно указанной границей между государствами. Еще одним предметом спора стал остров Калеро, давно принадлежавший Коста-Рике. Электронный ресурс указал, что остров является частью Никарагуа. В результате к Никарагуанской границе были стянуты вооруженные силы Коста-Рики. А знаете, когда речь идет о геополитике, и когда речь идет о том, чтобы в какой-то части земного шара организовать локальный вооруженный конфликт, здесь никаких случайностей нет. Все системы, которые созданы и на которые затрачены колоссальные деньги, они созданы для того, чтобы обеспечивать геополитику, обеспечивать военных и так далее, и так далее. Организовать через GPS хаос – это как дважды два. Это просто вот как дважды два. Под давление мирового сообщества создатели поисковой системы признали, они ошибочно передали Никарагуа часть Коста-Риканской территории. Однако досадные оплошности на этом не закончились. Поисковик с завидной регулярностью ошибается то в пользу одних, то в пользу других государств. Если посмотреть глубже, то надо задаться вопросом, откуда такие компании берутся. Например, Инк-Ютео – это фонд, который открыто финансируется ЦРУ и был создан для разработки потенциальных технологий двойного назначения, которые нужны и разведке, и гражданским. Многие эксперты считают, виртуальные ошибки картографических сервисов – это намеренная провокация, которая осуществляется для подготовки к реальному переделу мира. Но в чьих интересах? Разумеется, правительство США. Казалось бы, благодаря космическим спутникам современный человек видит мир как на ладони. Почему же даже на самых подробных картах остаются белые пятна? Как утверждают разработчики поисковых систем, это сделано для того, чтобы информация о расположении стратегических объектов не могли воспользоваться террористы. Но только ли в этом причина подобных искажений? Если вы думаете, что спутниковые карты позволяют взглянуть с высоты птичьего полета на любой уголок Земли, то вы ошибаетесь. К примеру, мало кто из нас бывал в Северной Корее. Подробно рассмотреть ее из космоса тоже не получится. Страна, конечно, присутствует на снимках, но без дорожных маркеров, названий улиц и других важных деталей. Такая же картина и во многих других странах. Если вы приедете в Израиль и попробуете в интернете посмотреть с точностью до дома координаты того же Иерусалима или Тель-Авива, вы там не найдете ничего. То есть интернет показывает с достаточной детализацией карту Египта, карту Иордании. Но как только доходит до границы Израиля, там только общая схема, дороги. На современных цифровых картах есть несколько десятков объектов, увидеть которые просто невозможно. Например, авиабаза «Волкель» в Нидерландах. По некоторым сведениям, там хранятся американские термоядерные авиабомбы в несколько раз мощнее тех, что были сброшены на Хиросиму. Еще одно загадочное место – территория военного аэродрома в штате Юта. Во время Второй мировой здесь разрабатывали и тестировали отравляющие вещества. Считается, что сейчас на этом месте находится главный американский центр испытаний биологического оружия. Объект не обозначен на карте. Точно так же, как военные базы на Тайване, ядерный исследовательский центр «Маркуль» во Франции, комплекс, созданный на Аляске в рамках проекта «ХААР» или «Зона-51» в штате Невада. На первый взгляд ничего удивительного. Любая страна стремится засекретить свои военные базы. Правда, некоторые эксперты сомневаются, что объекты на электронных картах размывают исключительно из соображений стратегической безопасности или для предотвращения террористической угрозы. Когда мы говорим про секретные объекты, то в обществе существует отношение, что пока что-то не доказано, это можно отбрасывать как теорию заговора. Кто-то говорит, что спецслужбы за мной шпионят, и человека поднимают на смех, отправляют в психушку, как, например, Хеменгуэя отправили в психушку из-за того, что он думал, что его прослушивает ЦРУ. Когда он умер, и прошло некоторое время, ЦРУ рассекретило документы и выяснилось, что да, действительно, они за ним шпионили. Существует немало предположений, что на самом деле прячут от любопытных глаз. Это могут быть секретные тюрьмы или тайные исследовательские лаборатории. По одной из версий, именно в этих неотмеченных на карте местах нужно искать людей, бесследно пропавших при таинственных обстоятельствах. Так ли абсурдно это утверждение? Да, действительно, есть сумасшедшие, которые считают, что КГБ облучает их психотронными лучами. Большая часть таких людей сумасшедшие. Но иногда появляется кто-то вроде Эдварда Сноудена и выясняется, что психотропными лучами, может быть, нет, но другие информационные воздействия происходят. Соответственно, то же самое касается и карт, и каких-то секретных объектов. Шел, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс. Мы хорошо знаем, как просто это бывает в кино. Вот только герой комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» Семен Семенович мог ведь и не пойти по нужному маршруту. Зато с развитием навигационных технологий можно со стопроцентной гарантией запрограммировать путь жертвы. Мы помним по фильмам, по каким-то, по книжкам, когда человека везут в машине, он говорит, ой, что-то, мне кажется, вы куда-то не туда ведете, свернули куда-то не туда. Вот у современного человека этот инстинкт самосохранения, он пропал. Свернули, но навигатор так ведет. Ну, потом мы оказываемся где-нибудь за городом, там уже какая-то база, там, человека вытащили, мешок на голову, и все, он такой, как так получилось? Ну, вот навигатор привез вас сюда. О случаях, когда GPS-технологии использовали для похищения или устранения людей, официально ничего не известно. Но значит ли это, что такого не может быть? С каждым годом гаджеты становятся все умнее, а значит, опаснее. Сейчас в этих устройствах появились так называемые журналы. Нас приучают к тому, что нашу жизнь каталогизируют. Мы каждую поездку уже на чьем-то сервере оставляем. Хорошо ли это плохо, я не готов ответить. Это реалия нашей жизни. Передвижения и запросы каждого владельца-навигатора можно собрать и проанализировать. Что делать с этой информацией дальше, это уже следующий вопрос. Смотрите далее. Кто платит, тот и заказывает. Куда уходят наши персональные данные? КЗС определенного бренда, либо определенного рекламодателя. Вот она оказывается у вас вот неожиданно ближайшей всегда. По навигатору и без него. Кто из водителей доберется первым до финиша? Проверим на практике. Маршрут построен. Через 200 метров верните налево, во двор, а затем развернитесь. Идите лесом. Смогут ли наши добровольцы найти дорогу, ориентируясь по компасу и бумажной карте? Технология-то хорошо, но голова всегда лучше. Главное понимать, как все работает. Каждый раз, забивая в навигатор свой маршрут, мы сообщаем электронному устройству персональную информацию о себе. В какое время передвигаемся? Где делаем остановки? Очевидно, что пригодиться эти данные могут для самых разных целей. Для чего это надо? Я, размышляя подобными сценариями в онлайн-навигациях, особенно принадлежащих поисковым гигантам, гигантам, которые зарабатывают на рекламе того или иного, вижу, в принципе, достаточно реалистичную картину. Но, например, вы ищете АЗС, и у вас в поиске оказывается АЗС определенного бренда, либо определенного рекламодателя. Она оказывается у вас неожиданно ближайшей всегда, несмотря на то, что вы прекрасно знаете, что есть АЗС на соседней улице. Ради 300% прибыли капитал пойдет на все. Это утверждал хорошо сведущий в вопросах экономики Карл Маркс. И было это еще в 19 веке. С тех пор мир стал гораздо жестче и динамичнее. Нам активно навязывают новейшие технологии, обещая, что они помогут стать успешными, но не рассказывают о побочных последствиях. Ученые пришли к выводу. Технические достижения перестраивают нейронные связи в головном мозге. Полностью полагаясь на навигаторы и девайсы, мы добровольно делегируем им возможность думать за нас. Кто и зачем пытается подменить наш разум искусственным интеллектом? Сергей водитель с 35-летним стажем. Последние 10 лет работает таксистом. Маршрут поездки всегда выстраивает мысленно, опираясь на свое знание Москвы и водительский опыт. Даже безнадежно опаздывающих на самолет клиентов успевает доставить в аэропорт до окончания регистрации. Максим наоборот, за руль без навигатора не садится. Электронными путеводителями пользуются уже лет 8. Считает, это очень удобно. Я бы на твоем месте не доверял навигатору. Ну давай посмотрим. Проведем эксперимент. Из точки А в точку Б каждый из водителей поедет, как обычно. За Максима маршрут проложит электронный помощник. А Сергей мысленно выстроит свой путь и к помощи навигатора прибегать, как всегда, не будет. Электроника, навигация и все остальное. Вещь очень хорошая, нужная, но вот мое мнение, с ним нужно быть поосторожнее. Я это считал и считаю, что глупо, если где-то тебе говорят, что перекрытие или пробка, и просто в нее ехать. Но голову надо включать в первую очередь. Место старта Воробьевы горы, улица Косыгина. Место финиша – смотровая площадка Москва-Сити на набережной Тараса Шевченко. Маршрут построен. Через 200 метров верните налево, во двор, а затем развернитесь. Скоро мы узнаем, кто из водителей доберется до финиша первым. А пока перенесемся в Подмосковье. Здесь как раз завершается наш эксперимент по ориентированию в лесу. Напомним, Евгений, Анна и Руслан разошлись в разные стороны. Получилось ли у них найти дорогу обратно с помощью компаса, бумажной карты и подручных средств? В ожидании ребят инструктор Дмитрий Алешкин провел уже полтора часа. И вот первой на горизонте появляется Аня. Отлично. Вернулась. Да. А как оказалось, самый простой способ. Как ты ушла, так и пришла. Да. Самая простая. Самая надежная. На самом деле очень просто и удобно. Оставляешь свежую зарубку и буквально ее видно. Очень ярко выделяется. Очень бросается в глаза и легко найти дорогу обратно. Еще один. Второй. Отлично. Компас тоже. Вот практически навигатор готов. Ну да. Отличная штука компас. Не ожидал, что так будет интересно. На самом деле, если подольше потренироваться, то можно реально научиться обходиться вообще без любого гаджета. Вообще супер история. Мне понравилось. Вот и последний наш товарищ. Насилу вас нашел вообще. Ну, самый сложный способ, конечно. Это самая методика, которая требует наибольшее количество опыта, конечно. На самом деле было непросто с этой картой. Я понял, что, ну, как бы неопытному человеку тяжело на самом деле. Да и по местным признакам тоже надо уметь ориентироваться. Но вообще интересно, конечно. Надо учиться это, ну, хотя бы азам. Ну, зато это опыт, проверенный столетиями. Опыт наших предков. Так они ориентировались раньше. Ну, вообще, на самом деле, интересно очень. Вернулся, молодец. Спасибо. Надеюсь, что-то что-то у вас в голове, конечно, отложится. Всегда помните о том, что технология – это хорошо, но голова всегда лучше. Тем временем в Москве участник нашего второго эксперимента, водитель Максим, стремится приехать на смотровую площадку Москва-Сити первым. Навигатор ведет Максима по третьему транспортному кольцу, но неожиданно теряет сеть. Отпала сеть. Потом выключился, и все. Ты не знаешь, куда ехать. Максим признает, такое случается не так уж редко. Бывает, за время, пока навигатор приходит в себя, водитель успевает свернуть не туда. Проложенный маршрут сбивается. Когда прибор снова начинает работать, схема проезда перестраивается. В итоге время в пути может увеличиться в несколько раз. Другой участник эксперимента – профессиональный таксист Сергей. Именно по этой причине к навигаторам относятся скептически. Прогресс, конечно, хорошо, но... Электроника, она ведь ей свойственна разряжаться, отключаться, все что угодно. Навигатор просто впадает в кому. Он отключается. Все. Он перестает работать, и ты абсолютно безоружен, если ты не готов, не знаешь города. В отличие от Максима, Сергей не поехал на третье транспортное. Он сразу повернул в сторону набережной. Но, возможно, именно там его ждут пробки, которых по совету навигатора избежит Максим. Смотрите далее. Почему врет навигатор? Титрости производителей и капризы алгоритмов. И он вот рисует эти пробочки, вот, собственно говоря, субботним утром или днем в Москве. Неравноценный обмен. Чем приходится платить за свою тягу к удобству и комфорту? Пластичность мозга и неработающие структуры мозга, они, ну, по-простому, скажем, становятся ленивыми. Маршрут построен. Не стоит ли нажать на тормоза? Это был критический набор навыков. И когда мы его выпускаем, теряем, то теряется самостоятельность, независимость человека полностью. Максим продолжает двигаться по навигатору к набережной Тараса Шевченко. Максим признается, он нередко сталкивается с тем, что устройство теряет сеть. Но по этой причине отказываться от электронного гаджета не собирается. Во всем остальном навигатор его устраивает. У заво-навигатора есть такая штука, если где-то что-то подзабито, он сразу тебе покажет кратчайший путь. Находит более оптимальные маршруты передвижения по городу. Но стоит ли полностью доверять тем заманчивым обещаниям, которые дают нам производители гаджетов? Эксперты в области навигационных технологий хорошо знают, почему так называемая онлайн-навигация часто бывает неточна. Потому что любая навигация на сегодняшний день использует статистические данные. Не отсеиваются аномалии ради более красочной картины. И стоит пользователю выйти из метро и в попытке сориентироваться включить и не сбросить там флажок, он начинает честно отправлять, что вот в этом шикарном проспекте, где все едут очень быстро, начинает расти пробочка где-то в районе метро. И все потом едут и удивляются. Господи, а что ж вот я вроде как нормально еду, а рисуют пробку? Истории из разряда «хожу пешком по навигатору» приводят к тому, что целые улицы, где на самом деле пробок нет, на карте выглядят так, как будто они забиты транспортом. Еще большие помехи вносят оставленные в машинах включенные гаджеты. Вот особенно телефон выбросили в бардачок или в кармашек, он же продолжает виртуально ездить. А почему? Потому что GPS плохо принимается вот в таких неопределенных условиях. И вот машинка, она виртуально ездит, а телефон лежит, и он вот рисует эти пробочки, вот собственно говоря, субботним утром или днем в Москве. Да, это частая такая проблема. Кто же победит в нашем эксперименте? Искусственный интеллект навигатора или опыт и мастерство живого человека? Первой на набережной Тараса Шевченко появляется машина Сергея, который сам прокладывал себе маршрут. И только пять минут спустя к месту финиша навигатор приводит автомобиль Максима. Ну что, я говорил тебе, не доверяй навигатору. Сегодня был не мой день. Ну ничего, в следующий раз у тебя получится. Удачи. Взаимно. От улицы Косыгина до набережной Тараса Шевченко Максим добрался по навигатору за 18 минут. Он проехал 9 километров. Сергей, который не пользовался навигатором, с той же задачей справился за 12 с половиной минут. Кроме того, он потратил меньше бензина. Его путь составил 7 километров 200 метров. Почему якобы оптимальный маршрут, который прокладывают навигаторы, оказывается не самым коротким или удобным? Многие навигаторы специально запрограммированы так, чтобы избегать левых поворотов. Прибор показывает нам путь, хотя и петлистый, зато без всяких поворотов налево. Считается, что такая программа заложена в целях безопасности, но продавцы об этом не предупреждают. Еще одна хитрость – дворы. Навигатор намеренно не замечает сквозных проездов. Движение через дворы – это колоссальная техническая работа и компромисс для производителей навигации. Мы на сегодняшний день всегда при расчете пути стремимся избежать нежелательного транзита через жилые зоны. Движение через жилые зоны, транзитное движение запрещено. Десять лишних минут в дороге – не такая уж большая плата за безопасность водителей и пешеходов. С этим согласятся многие. Гораздо опаснее потерять не время, а голову. Как ни странно, именно благодаря навигаторам это происходит все чаще. Раздается сигнал налево, и человек абсолютно рефлекторно, я бы уже даже сказал, без анализа, поворачивает, оказывается, на полосе встречного движения или еще где-то. В Москве года три назад был случай в иностранном продукте, который с очень низкой актуальностью на тот момент был. Женщина просто выехала в лобовую, там, аварии. Ученые исследовали мозг активных GPS-пользователей с помощью томографа. Оказалось, что у людей, которые часто пользуются навигаторами, атрофируется гиппокамп – участок мозга, который отвечает за память и внимание. Количество серого вещества в нем уменьшается. Люди начинают хуже ориентироваться в пространстве, проще говоря, глупее. В таких случаях это естественно. Пластичность мозга и неработающие структуры мозга, они, ну, по-простому, скажем, становятся ленивыми, связи ухудшаются и, соответственно, обедняются. И данная структура, данные клетки становятся худее, так скажем, по-простому уж, помягче. То есть метаболизмы в них меняются. Мрачная картина. Но кто же заинтересован в том, чтобы люди превращались в GPS-зомби? Мы заложники не только технологии. В первую очередь мы заложники тех людей, которые управляют нами. А кто управляет нами? Это понятно. Власть и деньги. Соответственно, те, кто имеют власть и деньги, если они будут навязывать ненужные гаджеты, если они будут навязывать ненужные, в том числе, спортфоны, игры и так далее, то вреда будет огромное количество. Медики предупреждают. Тот сценарий будущего, когда люди начнут впадать в ступор, оставшись без навигатора, не так уж фантастичен, как может показаться на первый взгляд. А мы говорим, ну ничего страшного не произойдет. Мы же там забыли, как считать 2 плюс 2. Калькулятор для этого нужен теперь. Мы же забыли, как запоминать телефонные номера. Теперь у нас есть телефон, но ничего страшного не случилось. И в каком-то случае, может быть, и не случилось, а может так получиться, что это был критический набор навыков, который очень важен для того, чтобы человек мог вообще самостоятельно функционировать. И когда мы его выпускаем, теряем, то теряется самостоятельность, независимость человека полностью. Для GPS-зависимых водителей очень легко создать альтернативную реальность. Им можно не только разослать неверную информацию о пробках, но и сообщить о якобы надвигающемся урагане или даже о начале Третьей мировой войны. Управлять толпой с помощью спланированных GPS-провокаций крайне просто. Это и в самом деле оружие массового поражения. Ведь оно одновременно воздействует на миллионы людей по всей планете. Нас практически отучили мыслить критически. Многие выйдут на мороз в шортах только потому, что их навигационные системы показывают плюс 30. И направят машину на встречную полосу, не усомнившись в указании навигатора. Более того, технологии уже позволяют вживлять навигатор в человека. А это значит, что все пользователи электронных систем позиционирования вскоре могут оказаться под тотальным контролем. Я, Анна Чапман, открыла вам все тайны. Подписывайтесь на мой инстаграм.